Доброе утро, ребят! Всем привет! Ну что, мы проснулись, 9 утра, собираемся искать наш Миндэ. Не, ПГМ, ёлки-палки, какой Миндэ. ПГМ. В общем, древность жуткую. Да, поедем поищем, что там такое происходит. Там паханое поле везде. С одной стороны паханое, с другой стороны вот такое вот непаханое. Ну что ж, ребят, тут нам не выпало ни одного сигнальчика, хотя деревня где-то здесь. Поеду на другую сторону мизиационки, заберу Мишку сейчас. Ну что, Миш, пусто? Пусто. Все, значит, на ту сторону пошли. Пришлось бы потом кипятком мыть, да, Мишень? Смотри, если на поле разбудит. Не пашет. Не пашет? Поехали, подъедем. Михаил Юрьевич, пошли-ка в вездеход будем, в нашу методу. Кататься будем. Кататься будем. Сейчас, подожди, я подсоберу, чтобы удобнее было. Готов? Да. Ну вот, ребят, решили мы ногами не ходить, а покататься из машины, найти просто хотя бы место. Где это все было? Где это все было? Миш, в ту сторону разворачивайся. Быдло копари, закапывайте за собой ямы, заколебали. Блин, куда не приезжаешь, в какую деревню не приходишь, везде ямы не закопанные. Из-за этого вас и гоняют, и нас заодно, блин, с вами. Потому что вы срете и за собой убрать не можете. Лень, елки-палки, потому что потребительское отношение ко всему. Что, тяжело вот так вот, закрыли, все. Полю нормально, колхозу нормально, все спокойны. Нет, у вас тут будет 40 ямок, ноги можно переломать. Не только людям, а тракторам. Давайте как-то это самое, если хотите, чтобы это все продолжалось. А то точно скоро и на поля не будут пускать, никуда не будут пускать. Поехали! Ну, какашка какая. Макнулись. Ой-ой-ой, вымакнулись. Ой-ой-ой, страшное дело-то какое. Шедрово. Уже даже, видишь, без этой. Лоси сгрызли всю кору. Бобры спилили деревья. Колхозники приехали и увезли бревна. Миллирационные канавки. На второй передаче не хочет ехать. Тут такое дело, Мишка зуб дает свой последний, что у него там царь в яме он нашел. Вот он его сейчас достает. Давай, моими зубами не разбрасим. Давай, 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 давай. Ты еще баллон пены не разбрубил, кстати. Да, ребят? Какой-то царь огромный ведь. Какой-то молодец ты. Тут еще ученые. Ничего, что это вы металлик по какашкам? Заячьим. Это заячьи какашки? Лосиные какашки. Это лосиные какашки. Я и думаю, как-то заяц так жопу порвал. Это у нас как-то вовсе время, так можно у нас к деньгам. Будем надеть, что и в этот раз. О, есть! Есть! Давай, Миша, зуб твой на кону. Он ждет. Что, звук отключил? Блин, это не царь. Ха-ха! Видали царь, какое у Мишани? Царь мне так же звенит. Так, тетерок на большую камеру снимаем. Сейчас запись нажми. Вот еще. Вот, смотрите. Ну и все, улетели все тетерки. Ну ладно, мы вам чуть-чуть показали. Сняли. О, ребят! Вот такой вот худельцы. Или что это такое? Ну что-то какой-то крючок. Короче, здесь был вертлюжок. Может, отудил действительно. Такое было. Одно звено, второе. И второе удел. Такая штука. Да, ребят, колечко медное. Вот такое медное колечечко. С какой-то украшением. Или еще с чего-то. С часов. Фиг его на это. Такая вот. Такое колечко вот с такой висюльчкой. Ну-ка. Где-то вот тут вот. Эх! Ребятки, ребятки. Это от баяна или еще чего-то. От гармошки, короче. Походу, вот с такой вот пластинкой. Короче, от инструмента какого-то медяха. Так, ребятки, опять сигнал. О, червяк это был. Смотрите, какого мощного червя я нашел. На него можно огромного карася поймать. Иди, червяк. Ты ж елки-палки. Я ножик нашел. Ребят, нож доисторический. Смотрите, какой. Ручка была. Возьмем. От пескоструем его. Будет как новый супер-нож. Кинжал. Бум-бум-бум. Ну-ка. Погоди сейчас. Возьмите, подъем. Алё, Кузька. Не заработай. Не заработай, блин. Чё, ну, занят я, копаю деньги, нахожу. Для бюджета семейного. Вот нашел какую-то монету. Ну что, ребят, вот смотрите, Мишка какую нашел. Павел Первый. Гривенник 1728 года. Модно, чё. Мишка молодец. Гурт, смотри, у него какой диагональный. Да, и вот ещё сохранился. Да, помыть, очистить. Будет хорошая монета. Всё, поехали отсюда, а то Мишка много-небо нет, много здесь находит. Да не, на самом деле, ребят, здесь монеты такие как Алисты и Поле. Удобрялась. Блин. А в Советском Союзе это даже не ГМО было, это была селитра. Чё-то за только не добавляли. А даже золото мне размокает. Повезёт, кто серебряный. Так, ребятки. Что-то похоже на монетку. Советы, скорее всего. Ох, 3 копейки 26-го года. Сокран конфетка. Ребят, посмотрите, сохран какой, а. Ёлы-палы. Ой. Ну вот так вот. 3 копеечки 26-й год. Очень хорошо. 26-й год. 3 копейки. Сейчас посмотрим, сколько сие стоит. Интересно же. Проводя сие изыскания, мы понимаем не цену монеты, а ее редкость. Ну, ничего редкого не было в это время. 200 рублей. Базовая. Ну, ладно. У меня такой нету. Ребятки, ветрище вообще мощное. Аж шерп шатает. А вот и дождик начался. А вот и дождик начался. Видишь, как я вовремя заманил закрывать. Только сели и сразу закрывай окно, да. Вот начался дождь, смотрите. Метрыша. Погодка испортилась. Мы выяснили, что ничего нету. Надо менять место, да? Мешать. Да, все укопано до нас. Да, надо куда-то дальше все-таки. Москва недалеко. И прессинг очень сильный. Это как возле, скажем, возле большого города. Бесплатный пруд. Где сплошные рыбаки вокруг. И полигенно плавает вот такая здоровая щука. Да, да, да. Пять штук. И все их ловят, ловят, ловят. Выбили все. Так же и здесь, куда не приедешь, на какое урочище не приедешь, везде ямки, везде покапуньки. Ну, и тем не менее, мы же копаем. Копаем. Вот кто-то на диване сидит и говорит, а копать не умеете. А мы копаем и выехали. Мы копаем и три дня на природе. Мы ночуем в диких местах где-то. Отдыхаем, устаем, выматываемся. Показываем вам видео. Так что это уже неплохо. Жука в гараж, стекло передает тебе привет. Говорят, вы умеете их менять. Вон, наверное, мы Мацатыкал встретили. В поле никого нету. Мацатыкал стоит. Один человек. Шлем. Ну, ладно, наверное, на озеро ушел рыбачить. Но мы же копаем и спрятался. Мишка пошел пробивать брод на торговом пути. Что-то, мне кажется, кто-то его уже после всего этого насыпал. Советский Союз. Советский Союз уже насыпал, скорее всего. Такой насыпь. Ой, ребятки, 733 часа у нас наката уже. Это неплохо. Ребят, здесь был манеж. Здесь показывали крестьяне лошадей. И приезжали офицеры, и купцы, и прочие. Стояли вот на этом возвышении и выбирали себе лошадь. Какой они хотят купить. И вот мы сейчас хотим вот здесь вот. Ну, пробовали поскакать на них, там еще что-то. И, соответственно, у них что-то там тряслось из карманов. Они же с деньгами были. Вот. Тест-драйв лошадей, короче, здесь делали, да. Карманы были большие. Карманы были большие. Карманы были много денег. Да, я здесь уже находил монеты на возвышении на этом. Ну, а вот это все было в траве. Поэтому мы сейчас пойдем. Ай-яй-яй, какая-то машина недавно приезжала сюда. Мы идем разведочным шагом, быстро. Вот, ребята, это ржавчина какая-то. Сигнал нестабильный. Мишка сейчас пошел с металликом, короче, звонить. Ходит-ходит уже минут 5, наверное, 10 ходит. Сигналов нету. Потом смотрит, оказывается, металлик выключен. Кадр? Че? Ну, вот, ребят. Кусок подковы. Кусок подковы с лошадей. Артефактов. Кто-то тут копал, походу. Че мотаетесь? А? Привет, че мотаетесь? Приветствуем. Как, че? Экспедиция очередная? Вчера вчера мы копали. Не вижу, это кто приезжал? А, эти, это из, 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 наука, как-то, какие. Сколково, что ли? А? Из Сколково, что ли? Не, не вспомнил. Дубна? Дубна. Из Дубны приезжает? Это кто-то парень, дедушку своего похоронил. Ну, это, вот, знаешь, мне нравится, что они копают, и все, что они найдут, складывают. Ничего не оставляют, и цветное, и все, все, все. А у меня, смотришь, в 28-м году. В каком состоянии, да. Ух ты, это Николай, да? Это или Николай, или, подожди, кто же это? Николай, Николай. А что за медаль? Ну, смотри, написано. Ну-ка, ну-ка. Ух ты, это... Память святой короны их императорского величества. Ну, это Николай, а не их сих пор. Да, 1899 или 1889. 1889. Ну, это тогда Александр III. Если это 80. Николай II. Николай II с 90-го года. 1896. А, все, Николай I. Второй, то есть. Угу. А кто за ним тут это... В носах. Это что такое? Это манец столько, наверное? Да, манец. Всякие разные. Ой, какая заляпанная. Это что такое? Не знаю. Что-то такое манец. Какашка. А, это вообще обалдеть. Тут уже... Да ее кто-то молотком, походу, бил. Не, не, это просто уже, наверное, коррозировало. Ну-ка. А это что? Пуговица какая-то прикольная. Пуговица? Раковина, что ли? Пуговица какая-то. А, пуговица какая-то. Вот он еще пуговица. Ой, колечко вот такое же он нашел. Ой, какое манюсенькое, да? Манчалочка. Это не, ну, малюсенькое такое. Лучше, это монетка здесь, видишь? А, это однюшка, наверное. Не знаю. А вот пуговица. Это пуговица? Это конская. Это конская упоряжь. А, ну, точно они. А это? Вот такие они. Это что? Царские пуговицы какие-то. Видишь, сорвем? Все, ребятки, заканчиваем наши покопушки. И едем... Едем до базы. Крузимся и уезжаем домой. Хорош. А то мы так все выкопаем, что в следующий раз топазу. Более дождь, погода испортилась. Так, ребята, сейчас узнаем, что тут Мишка делает. Кошка, привет. Мишка. О, Мишка сегодня дежурный по кухне. Я занимаюсь важной работой. Важно. Это еще бы ничего себе брюшку-то набить нам сейчас. Ох, ох, ох. Значит так. Что, что он в доме? О, ребят, смотрите, какую Мишка картошку зажарил. Мощную. Ой, какие поджарки. Ой, мы сейчас с молоком-то ее напоримся. Да, с батончиком у нас. С похода батончик остался. Нам бы доехать по-тихому до корня. После молочка с батончиком. Ну, ты можешь не пить молочко. А я-то буду. У меня желудок литр в день спокойно переваривает. Без последствий. Погнали. Все. Нам приятного аппетита. Да, ребят. Вам приятного просмотра. Ставим лайк. Не забываем. Девят, уже соскучились мы по еде. Да. Ставим лайк. Смотрите, какая картошка. Ай, вкуснотища, да? Ммм. Ну что, ребятки, мы уже в машине. Все. Приехали. Закончилось наше путешествие. Вот. А это что означает? Что скоро начнется другое. Да, мы уже готовимся в новое путешествие. Так что сильно не скучайте. И скоро будет новое видео. А на этом мы, наверное, будем заканчивать. Проехали мы 131 километр. За три дня прошли. Провели разведку. Разведка показала, что мы ничего не нашли толком. В общем, мы выяснили, что все уже пройдено до нас. Да, надо ехать в другое место. Да. Ничего страшного. Мы, наверное, к DJY поедем. Вот, ребят, точно. Да, замутим совместный мега поход. Совместный мега поход. Мега коп. Точно так и назовем. Да. Совмег коп. Да. Ну, в общем, будем прощаться. Если что-то будет по дороге интересного, мы вам покажем. А так, всего хорошего. Пока. Всем пока. Спасибо, что ты досмотрел наше видео до конца. Если понравилось, ставь лайк. Также мы хотели бы тебе порекомендовать следующие ролики. Вот это для тебя подобрал YouTube. Вот это наш самый последний новый ролик. И вот это мы рекомендовали бы тебе посмотреть сами. Если ты еще не подписан, обязательно подпишись вот здесь. Нажми на кружок. Спасибо. Пока.